Мы, собственно, к аналитикам возвращаемся с вопросом о том, как сыграются две взлетающие ракеты. Если вспоминать прошедший Кваун на Эпицентр, то в Flight to Moon прям катастрофически плохо себя там показали, но сейчас и состав изменился. С другой стороны добавился Айсберг, как минимум на мид, и еще один игрок. Напомните мне, кто это? Если я не ошибаюсь, у них... На какой позиции? Сменилось два игрока по отношению к Кваун с Эпицентром. Ну да ладно, я потом загляну в свою шпаргалку и назову вам этого человека, который сменился в составе Flight to Moon. Сёма там появился. Сёма появился, да-да-да. Трагически про него забыл, приношу свои извинения перед игроком в первую очередь. Но, коллеги, хотелось бы обратить ваше внимание на ту самую статистику, предоставленную нам искусственным интеллектом. Там команда Flight to Moon поставлена на последнее место, на восьмое, и у них 0,01% на то, чтобы выйти из этой группы. Действительно ли так трагично выглядит судьба этой команды в рамках квалификации? Значит, побольше шансов. Насколько я понял, кстати, не из группы выйти, а первое место занять. Ну да, выйти из квалификации. В топ-4, да, и занять топ-1. Ну, я думаю, у них шансов побольше, чем 0,01, определённо, но... Ну, и Айсберг это сам прокомментировал и сказал, что шансы есть, ура, могём, будем бороться. Ну, от 1 до 10% я бы им дал. Вот, мне кажется, в этом промежутке. В свою очередь, кстати говоря, перед тем, как мы перейдём к драфтам, хотелось бы сказать, что на четвёртом месте там рейтится Виндстрайк с 14% и там небольшой хвостик у этого есть. Но давайте всё, собственно, к делу и к тому, чем команды будут играть сейчас. Я вот не знаю, на самом деле, ну, насколько этот шанс реален, да, который написали, но я точно могу сказать, что относительно других команд это неправда. То есть если Виндстрайк 14% вот тут получается 1 сотая, да? Да-да-да, 1 сотая. Это что, 1400 раз на место стернение? Я так не считаю. Госса или как там считают, что именно так? Ну, на то у них логотипы тоже похожи. Впрочем, была же история, что в Flight of Moon, когда подписываются с Виндстрайком, что-то там боролись, побеждали, чтобы осталась ракета. Да, она и осталась. За что боролись, на то и на пороге, пожалуйста. Да, и сейчас у нас как раз ракетные войска выступают. Да, тут шансы далеко не один. Ты смело можешь их 7,7 поделить, и будет более-менее похожая картинка. Это опять же, в рамках СНГ тяжело сказать, что у какой-то команды 30% или какой-то процент. Потому что именно в борьбе друг с другом это 50 на 50 почти в каждом противостоянии. Ну, Flight of Moon такой довольно крепкий стак, на самом деле, посмотреть по меркам СНГ. Я про то, что часто бывают ситуации, вот как, например, здесь, что ты шел, где-то там в чай плюнул человеку. И через 3 года он вспомнит, и вот в рамках этого противостояния, они куда слабее, чем вы играете, но он прямо на плюс морали будет замотивирован именно тебя, именно здесь, именно сейчас развалить. И исполнил это лучше, чем когда-либо в своей жизни вообще что-то показывал. А почему не мне в чай, чтобы через 3 года я был на плюс морали? Все так. Не, ну я про то, что он в каждую игру против тебя будет это помнить и будет играть. И таких вот историй, когда кто-то против кого-то принципиально хочет выиграть, в рамках СНГ слишком много. Ну, ты представляешь так, что в рамках этого противостояния имеет место быть такая вещь, да? И здесь тоже, да, определенно, определенно так. Слишком много их связывает между собой и одну команду, и вторую. Интересно, как они играют, Сема и Флай, это же четверка, пятерка. Сема, четверка. Ну да, ну вот они такие чистые пятерки, возможно, сейчас против более сильной команды это скажется. Так Сема всегда играл на четверке в пабликах, даже когда играл на пятерке. Пока вы до репетиции ехали, на всякий случай, вчера на СНГ-квалах и на Евроквалах очень много было Баратурма в третьей позиции. Но это Сема на быке. Да, я про то, что гипотетически они могут свистнуть, и стоит про это помнить. Управляет-то Oracle, блин, у него сразу ум не на это запихивает, ничего себе. Для этого и Oracle. Так Oracle-то раньше появился. Oracle-то классный. Для этого он рано и взят, чтобы в случае чего закрыть Омник. Он против Кентавра хорош, он Орлите избивает, ты уже не можешь качать бассивку на Кентавре так. Да, но умник пятерка мне все равно нравится здесь, если он будет именно как пятерка выступать. Потому что ты вынужден тратить много усилий на героя, саппорта, который... Ну что, это просто саппорт, но он сильно тебе мешает, тем хорош. Ворды дешевые, себя найдет, сладкий кит соберет. Ну, собственно, ему нужно кинуть бафф и... Ну, в целом, нужно левел просто, да, все. Пока раздрафт в Flight of Moon не нравится больше, честно говоря. Вот эта позиция, что вы имеете Oracle против этих двух героев, БК, а там уже Омник и Кентавр. То есть два героя, которые довольно сильно ограничивают геймплей, поскольку люнии выпушить не можете. Атаковать вы тоже довольно долго не можете. И тимфайт у вас средний, они больше помощники оба. Но одна проблема у Flight of Moon, если, конечно, это не свитч позиции на тройке-четверке от БК, это пикнуто два саппорта. Но они тоже не выглядят, как будто они синергируют между собой. То есть это просто БК, просто Oracle. Получается, нужно на 15-й уже брать Эмбера какого-то. Ну, это один вариант уверенный, который можно взять. Ты его на две линии можешь поставить. против этих двух героев. Он хорош? А его поймать тут нечем? Эмбера? Для кого? Для Flight of Moon? На 15-й. На 15-й, ага. Ну, если там Айсберг, он захочет героя себе на ласт пик, это точно. Это, да, он любит, да. Либо он может сказать, а если хотите мне героя на 15-й, то берите Лину. Или СФ. СФ? СФ, да. СФ, да. СФ, да. СФ, это сейчас такой герой, которого... От безысходности на последний берут. Вот так. Ну, или на датс первой. Либо это первый открывает дабл драфт. К сожалению, для некоторых команд. Безысходный СФ, да, звучит действительно немножечко грустно. Ну, не такой он сильный. Он раньше был чуть посильнее из-за того, что кайлы были сильнее. Там их чуть порезали в плане прироста дэмэджа от рейзов. Что еще фиксили? Фиксили айтемы, которые собирает СФ. Все. Поэтому постепенно он стал не такой крутой. Но, тем не менее, на нем уверенно можно отстать линию. Тем более, Айсберг это может сделать. Один из его сигнатурных героев. Поэтому по-прежнему это как вариант. Для Flight to Moon. Эмбер на 15-й. Все взяли. Логично. Это то, что много берут еще СФ против Алхимика почему-то. Чтобы на линию поставить. Он там как-то выигрывается. А против Алхимика на самом деле много героев, которых ты можешь взять и закрыть. За последние два дня вот эти квалификации. Но СФ это раньше брали, потому что он в принципе был сильнее. А сейчас ты уже предпочтешь любого другого героя, СФ, против Алхимика. Но берут. Хочешь Макаку. Раньше еще Кунг убрали против Алхимика. Ну вот сейчас что-то динайд не можешь. Сейчас не можешь. Вообще убирать эту механику. Смотрите, там парки сняли. С Кунгки сняли. Куда филу. Какого еще осталось? Тут же... Я ничего не понимаю. Зачем торопиться брать сразу же... Ну, открывать уже линию Эмбера, что это легкое. Если у вас последний пик, и вы можете решить, куда он пойдет. Очень хотел айсберг этого ОД. Ну, возможно... Сразу ОД палить. Возможно, они не хотят лишаться того самого Флекса. Повы не показывать, куда идет быкий Оракол. И сейчас как-то завернуть. Да, теоретически же может Эмбер в мид пойти. Они считают, наверное, ОД крутым героем. Вот я уже трогал раз, крутым героем против Омника, возможно, он считается. Возможно. Да и против Кента, типа, он жмет ульту, а опс. И знаете, почему, возможно, забрали ОД? Потому что винстрайки сами не взяли. Потому что у них был бы Омник ОД против Эмбера. Омник ОД любит играть. Или это против Эмберя было бы тоже. Пришлось бы Эмберя прятать. Я бы все равно в таких случаях извинился. Да. А за что извиниться? Я сказал, что Коман хорош на... Просто рекомендую. Возможно, то, что ты говоришь, что он хорош на чем-то, это имеет что-то... Ты знаешь, ты знаешь, что на чем-то он плох. Какой-то другой подтекст. Ну, на чем-то он плох, конечно. А это плохо. Поэтому лучше извиниться. Это не плохо, это нормально. Он же тоже человек. В чем смысл Дарквилова? Я не могу понять. Вот, допустим, если появился Сайленсер, я понял. Смотрите, это герой, который может... Так он банит. И вас убрали сразу. Да, понятно. Сами себе забанили. Против Ораклата. Вставляют палки в колеса. Сами логотипы перепутали. Пока что все нормально. Так нет, сейчас на самом деле выяснилось, что поменяются местами команды, потому что слева это Flight of Moans, права Винстрайк. Ну, пока, кстати, классно выглядит драфтой одной и второй команды. Здесь мы видим Свена Омника, супер мощная комбинация. Мы даже брали ее просто. Да, я даже подуспокоился по поводу пика ОД. Я действительно, вы меня убедили. Митя, я тебе еще один сценарий написал. Он еще под Ораклом. Да. Оракл у них, соответственно, нет диспела. СД в бане. То есть его уже не закрыть. Эмбера враг тоже не закроет. Еще и под Омником был бы. Шикарно. Вы молодцы. Ну, вот какой герой против ОД хороший? Ну, допустим, снайпер. Снайпер. Самый классический ответ. Ну, тут воротрум. Эмбер берется. Вот Банша была хороша. Да, Банша со Свеной Омником. И под Омника, и против ОД. Все было бы логично. Блин, а кого сейчас брать-то? Куман. Куман же у нас на тяжелых героях играет, правильно? О, Медведя. Да, Медведя против ОД как-то кисло. Я больше поверю в... Почему нет? Я больше в Темпларку поверю, если честно. То есть концерт какой? Смотрите, поясню мысль. Ты идешь, просто дашь. У тебя щит, у тебя прифики... И как он называется? Брамбл Мейс, у тебя Хевенли Грейс. У тебя пари на четверке. Все прочее. У тебя очень много вот таких крутых обилок на драку. У тебя Стампида. Ты добираешь еще героя, который здание ломает. А у противника ОД нужен разгон и время. И он не очень хороший в драке на старте. Если Эмберу нужен время разгона, он там максимум даст тебе один-два раза свои фисты. Потом ты уже вышек сломал. Барр Оракл, он тоже не о том, чтобы драку тебе делать. Именно в плане того, что есть замеса, куча урона по всем. Ну а Медуза? Медуза против ОД плохая. В предыдущих патчах достойно она стояла. То есть не слишком сильно страдала. Ну да, но Медуза в ОД обычно не берут. Мы часто видим, что ОД берут. Кстати, я еще подумал, что Темпларка, наверное, будет такси-вариантом. Потому что Свен фармит Эншитов, хочет, по крайней мере, и Темпларка тоже. Соответственно, они могут не поделить фарм по карте. Вообще, если они возьмут Темпларку, они будут жадно очень. Посмотри, у них супер жадно будет. Банально, потому что лес не поделить. Я думаю, про кого-то Шторма. Потому что хочется... Пугневича. Извините. Все еще Пугневича. Хочется прыгнуть на лицо Оракл. Для Пугны здесь очень плохая игра. Вот эти три героя против Пугны. Я вспоминаю пул Кумана. Там нет Пугны. Ну, здесь точно нужен маг. Давайте так. Здесь точно нужен маг, потому что Свен с Омником Физа. Так это Квапа. Очевидно. Куман на Квапе. Это, во-первых, против ОД он мне говорил, берите мне Квапу. Всегда. Хорошо, да, подходит. Мне нравится. Это очень даже подходит. Точно. Да. Вот мы пришли втроем. Не зря нас не было. Браво. Потому что наши мальчики, мы их знаем, как вот с таких вот. Ну, давайте тогда финальный пик для Fly to Moon. По братру бы, да, понять. Двигер не двигаешь. Тверка или тройка? Скорее всего, тройка. Тройка против Свена. Да нет, скорее всего, четверка. И тройка. Четверка норм. Сейчас будет пикнута тройка. Виноманстер здесь классный. А Магнус как? А Флоу и Виноманстер, кстати. Тут Виноманстер реально сильный. Тут маги, которые страдают. Да, а почему? А почему? Классный. Стампида и блинки. Так ты же догонишь это все. Ты же догонишь. Ты просто против Свена, и у тебя бык есть. И он реально идет тут. Да. И это Флоу, сигнатурный герой для Флоу. Ладно, если не Виноманстер. Тогда, блин, у бисмастера не хочется против Омника. Да, по сути, им дизейбл не нужен. Просто это представление, может быть, смотри, он не знает. Они сейчас, знаешь, могут что взять? Некролит какой-нибудь. Вот Некролит, мне кажется, ну, нужно что-то потяжелее. Все-таки бисмастер. Все-таки бисмастер. Ну, они взяли, знаешь, героя, которого можно оставить одного чуть раньше, чем Виноманстера. У Виноманстера одна есть проблема. Если ты рано его кидаешь одного, он уже не такой крутой. А на братруми тебе хочется прибежать в мид, там что-то поделать. Или мы надо второй уровень и линию сломать. И птицы, птицы, сколько дадут. Так, господа, давайте подытожим ваши рассуждения. Предиктим на одну из команд. Егор, давай начинай, пожалуйста. Драфты у меня из-под глаз убрали, я уже ничего не знаю, не могу говорить. Я на ракету. У нас противостояние с чатом, поэтому одну команду вам нужно выбрать. Попрошу это сделать. Я за флайтуму. И твое решение, за кого же будут аналитики? Я не вижу драфты. Егор, ну-ка, ты начинаешь с левой или правой? Братру, Моракл, Эмбер Спирит, ОД и Ласт Драфт. Бестмастер? Это флайтумун. Да-да-да, против Кентавра, Обнина, это Свен и... Левые мне нравились, это были винстрайки. Итак, наши аналитики выбрали в этом противостоянии винстрайк. Давайте посмотрим, как проголосовал наш чат. И это 40% за винстрайк, а 60% за флайтумун. И вновь мнения разнятся, отчего будет интереснее продолжать следить за баталией наших зрителей против наших аналитиков. Ну, а нам остается, передай слово, двум потрясающе комментирующим людям. Это Лекс и это Форс. Мне кажется, ты что-то другое хотел сказать. Ну, да ладно, спасибо, Лысый. Всем еще раз привет, второй матч на сегодня. Если первый матч был такой супертоп и в плане текнеймов, то второй матч у нас получает, знаешь, противостояние сына и отца. Потому что начинали винстрайк с флайтумун. Напомним, это состав, который в итоге стал винстрайками. Который выстрелил вот как раз вот примерно вот в это же время на Эпицентр. Хотя Эпицентр в прошлом году, по-моему, был в мае. Да. И вот потом на квалификациях к Интернешнлу восьмому они тоже, можно сказать, что выстрелили, очень хорошо сыграли. Да, и, в общем-то, и на самом Интернешнл. Мы помним, что результат был... Ну, да, то есть Топ-12 был... Это не так плохо. Это не так плохо. Это результат был для команды, от которой вообще никто ничего не ждал до... В общем, ну ладно, это, знаешь, это совершенно уже другая история. Совершенно другие команды, совершенно другие игроки. Нина-то, несмотря на некоторую парочку буквально. Ну и еще одно бестов-один. Винстрайк, Лайтумун. Будет интересно посмотреть, что из этого все будет. У нас снова Умни Найт. Как понимаю, Умни Найт вообще будут героями Метти в рамках при этом не только СНГ-квалификации, но и вообще всех регионов. Будем ловить вот этого товарища? Риталиейт, который... Опа! Ну, поздно чарж немножко. И тут еще... Хэммонли Грейс не должен ловить. Ну, план был понятен, план интересный. И, знаешь, тяжело сказать, что чарж был поздно. Все равно ты успел увидеть, чарж не очень быстро, и ты просто можешь уйти. В принципе, пожалуй, не очень хорошо то, что чарж в кач. Обычно качают баш для того, чтобы на линии можно было там гонять вражескую пятерку. Если это четверка Баратрун, тут еще и Лил пристал к арку. Так, немножечко его позвонил, побил. Спиритбрейкер до Свена добежал уже, успел. Чтобы там помешать, чтобы рунный смог Севен законтролировать с плюс-один, где Омни Найт в данный момент. Но, да, пока баши нет, есть робов Веном, один удар делает лишь. Так, а погоди, а тут получается еще пятерка Омни Найт, да, против Баратруна. То есть Баратрун против... Ну, так ему по кайфу тут будет стоять. Еще и с Бистмастером под дополнительной аурой скорости атаки. Там, у него хороший запас здоровья. Нет, тут на линии у Дайерси должно быть плюс-минус неплохо, мне кажется. И вот я так смотрел на драфт в Лайтумун в самом начале. ОД плюс Эмбер Спирит. Оба персонажа очень хороши. Оба персонажа действительно метовые, полезные, хорошие. Но как вышки-то ломать будем, джентльмены? Чем? Деваврером? Эмбером? Ну, вот появился Бистмастер. Вот, это был хороший пик. Я вот как раз к этому и подводил, что Бистмастер очень сочно заходит в этот драфт для того, чтобы можно было ломать вышки. В общем-то, он дает ауру, за счет которой и ОД, в общем-то, неплохо вышки ломает. Вот, плюс там теоретически какие-то Некра можно купить. Хотя, знаешь, брать Некров против Свена неохота. Он потом их просто разрубит, и ты им будешь фиггить постоянно. В драках они импакта особо не делают. Как мне кажется, так Слэйр пошел у нас за Дворочек. Там полетел уже птиц в площадь спот. Ну и тут науфир вместе с Сайлентом потихонечку кайсится с Флоу, который, по-моему, все открытые квалификации играл на Дарксире. Почти все игры. Если я ничего не путаю. А вот тут Флай как-то наполучал. Да, получал серьезно. Лабиринт, он застревает краешком. Очень глупая смерть получается. Да, странная. Не сказать, Флай просто наполучал ретелиейт и погиб. И в таком случае ферзблат для Кентавра, он очень много значит, потому что Кентавру как можно скорее нужно выформить вот этот вот артефакт на стойкость. То есть это либо Худ, либо Вангуард. Посмотрим, что он тут будет делать. Тут, наверное, Худ поинтереснее будет против Эмбера. В принципе, можно и Вангуард купить. Опять-таки, чтобы крипов танчить, чтобы вышки можно было танчить и ломать их ретелиейтом. Удобно. Ну, там колечко и потом Виталити Бустер в Сайдшопе можно приобрести. Ну, купил себе тапку все-таки Нонграта. То есть будет пытаться на стаках ретелиейт, видимо, как-то нападать на арка. Отпулил Ноуфир прям между Т2 и Т3 вышкой. Здесь хардер с Лайтумун не сможет получать экспу. Но зато Слеер докачается до второго левела. Должен, был бы. Там, наверное, Ноуфир что-то подденял. И вот... Нет, все-таки получил второй левел. И пошел чарж на центр, видимо. Так, подразмять немножечко Кумана. У Кумана Бринг в КД, но вряд ли ему как-то этот чарж сильно помешает. Он все равно должен будет убежать. Сейчас еще кинет нож. Слушай, так он может его даже шлепнет. Там дабл дамедж был активен. Да. Неужели будет еще одна максимально странная смерть? Просто, блин, Кума, надо сделать еще один удар. На. Сюда, говорит Кума. Да, пока начало. Поэтому он интересный получается. Саппорты погибают. Так достаточно странно. Ладно, смерть Флая была непонятна. Здесь идея была ясна, но реализация ужасная. Олосмана Флай налила. Лил на развороте. Есть Чайны, есть Феррифайр. Немножко регенится от Феррифайр и Флеймс, но этого не хватает. И фраг для арка. Приятно, что я им беру шелки. Ты крипов пропустил, но при этом сделал убийство. Да, и Спирит Брекер. Почему ты не хочешь стоять на боте против Свена? Свена тяжело именно пробить, потому что его Омник постоянно хилит. Но ты, по крайней мере, можешь сделать так, чтобы твой бестмастер стоял исключительно один на один со Свеном. То есть ты садишься на хвост к Кумни Найту и просто бегаешь и его тыкаешь. И он должен на тебя какое-то внимание обращать, правильно? Потому что он же не может просто тебя игнорировать. То есть он от тебя либо убегает, либо тыкается с тобой, как-то разменивается, трейдится. И таким образом у тебя бестмастер стоит один на один. Да, Свен тоже будет фармить, но и бестмастер твой будет фармить. И по большей части, мне кажется, это должно устраивать команду Флай. На Свен атака там достаточно серьезная. Два героя гонятся очень долго уже. Сайлент, Бурификейшн, Хэмли Грейс. Нужен Баш обязательно, но его нет. Идет до конца Слэйр, нужен Баш. Сайлент живет, нет Баши и бьет башни, летят орехи. Сайлент прячется, стан через 2 секунды. Можно будет флоу добивать. Пурификейшн, стан, подходит Слэйр. Сайлент уже немножко по хп восстановился. Подходит Слэйр, начинает лить Сайлента, работают и кабаны. Сайлент о развороте. Слэйр пытается за ним в погоне Сайлент под Варкрай. Варкрай спадает. И Сайлент на развороте готов драться дальше. Пурификейшн, Слэйр без маны, чарж отсутствует. Пытается отсюда уйти, но Сайлент говорит, ладно, окей. Выжил и просто идет фармить крипов дальше. На топе Нонграта пытается сделать третий фраг. Третий фраг. На этой линии достается Лилу. Нонграта идет дальше, ретелейт, работает. Арк бежать. Нонграта стан должен вот-вот появиться. А задодчик может? Хотя там по скорости-то вроде Арк нормально. Все у него. То есть он убегает. Еще и веточку такую Лыс вонофлай поставил, да? Нофир не смог забрать руну невидимости. Чарж дает Слэйр под инвизом. Прорезается в Сайлент. Остается в невидимости. Ну да, вот этот момент уже просто упущен. Слэйр там побегал, что-то по центру. Нафидил в центре. Потом в топ прибежал. И все это время как бы у Мни Найт качался, Свен качался. Получали экспу, там пулили. Все у них было норм. Сейчас еще Арк, кажется, могут забрать здесь. Да, Флеймгард его не спасает от этой неприятной пички. Начало ужасное. Особенно на легкой линии Кентавра. Будем говорить, как нафидили. В принципе, да. На всех трех лайнах не очень хорошо у Флайту Мун. Ну ладно, в миде по крипам там равная ситуация между ОД и Квапой. Но не забываем то, что Квапа немножечко там была откормлена спиридбрейкером. Ну, по Нетворцу... В принципе, рано еще что-то говорить по поводу Нетворца. Все-таки Куман получит там седьмой уровень, наверное. Да, у него там будет либо Сони Квейф, либо Скрим в четыре. Он может куда-то прийти загангать. Может ли так сделать ОД? Нет. У него нет возможности гангать настолько качественно и удобно, как у Квапы. Не может так делать. В какую-то совершенно глубокую драку он может, конечно, телепортироваться на Квапе. Немножечко попроще с этим. Посмотрим, что будет дальше. Транквилы появляются у Лила. Лила подходит в центр. Может быть, просто как-то попытаться здесь подивардить. Да, вот как раз он пытается сейчас найти Вижен, который должны были Флайту Мун устанавливать. Чардж на Лила. Но вряд ли он что-то даст. А, Лила еще ставит Варт. Но Лила спалился за счет чарджа. Он же не знал. Он же не знал. Поэтому тут, в принципе, сложно было бы предугадать. Айсберг без Астрала. Лабиринт не застревает. Сони Квейф хватает урона прям идеально. Даже Перри Пайр здесь не спасает. Атака была на Лила. Еще мы помним давным-давно чардж. Но в итоге отлично убили ОД. И, в общем, Куман сделал чуть ли не соло-фраг. И странно, что Айсберг вроде бы как знал, что здесь неподалеку находится Дарк Хилл. Что может такое получиться. Он знал то, что Варт установили. Но, тем не менее, оказался в неудачной позиции. Погиб. Куман подбирает руну двойного урона. Но дайвить за спиритбрейкером, конечно же, не хочет. Потому что бог его знает, что там на хайграунде происходит. Может, там какой-нибудь герой стоит сзади. Да и ресурсы тоже терять особо не хочется. Потому что не факт, что ты этого спиритбрейкера убьешь. Он может, НТП нажмет, чардж куда-то нажмет. Ну и вот, короче, нафиг. На уровне 6 у Амбера нет. Нонград пока не спешит нападать. Лабиринт был не совсем точный. Очень жестко проиграл онлайн. У Флайт Умун налег к линии. Потому что Нонград уровень 6, Эмбер уровень 4. Это катастрофа. Катастрофа прям серьезная. Сейчас Кентавр выйдет. Огромный у него 3 400 золота. Там Вангвард уже есть. Да, наверное, можно даже даггер зарашить. Так, Рор пошел по Омни Найт. Омни Найт уровень 4. Не успевает показать кнопки. Кабаны работают. Неплохо. Варификацион второго уровня позволяет Номпюро отсюда убежать. Есть Тамбит, который появился, как мы помним, мы говорили недавно, разница в уровнях у команды Винстрайк против Эмбера. И даже он Найт, а по итогу, ребята, не могут убить втроем. Оркал здесь также оказался. Оркал остается 1 на 1 против Кентавра. Такая себе линия, особенно против такого Кентавра. Вряд ли ему это нравится. Получилось, что Оркал пришел, немножко подфиддил и, собственно, линию покинул. Классика. Саппорт твоей команды. Просто пришел, умер, ушел. Спасибо, говорит, наверное. Ну, на самом деле, Флай просто пытается как-то... Вот поскольку на всех линиях немножечко просадка сейчас у Флай Туман, пытается где-то за счет дополнительной силы надавить на соперника, чтобы хоть где-то стало хорошо, потому что в топе уже хорошо не сделать. Там у Кентавра настолько много, что лучше туда просто не ходить. Там арку может где-то там отпулить, может на другую линию переместиться или вообще в лес. Свою атакуют. Тут КДС. Ну, а что-то интересное получится, это Томни Найт летит, Томни Найт, телепорт. Остаточный долгий, наконец-таки прилетает сюда, No Fear, Heaven and Gaze, Purification. Ну, масса телепортов. Единственное, такой плюс для Флай Туман. Заставляют они постоянно Свена охранять. Да, Цмин по-хорошему уже может на самом деле в леса уйти. А Слоер уже на центр бежит, но Queen of Pain Астрал. Но, кстати, плохие тайминги, если ребята как-то хотели классно сыграть через Астрал и моментальный удар от Чаржа, то тут, наверное, надо прям тренироваться, чтобы вот это все чувствовать секунду в секунду. Ну, пока у Кумана, кстати говоря, платиновая аквапа, судя по всему. Вот рядом с ХП-баром значок такой. Это платиновая. Да, то есть он очень много на Квапе играет. В топе упала вышка, конечно, это был вопрос времени, когда Кентавер с этим Тавером разберется. Он там такой жирный, 4-600 у него нетверс, еще один Астрал от Айсберга. В боте тем временем падает тир-1 вышка. Благодаря тому, что тут два кабана, Аура, он на Флай тоже тыкает понемножечку вместе с Флоу. И да, эту вышку дефать не будут. Блин, страйки хорошие размены на самом деле для Флай Туман, считая, что они проигрывают в данном. Там, правда, номерно. Без уровня 6 до сих пор, ему немножко не хватает, у него готовится атака. Прямо сейчас ему нужно добить этого крипа как можно скорее. Он его добивает, уровень 6 вперед, подходит Лил, пытается отсюда... Ну, улетит, улетит Арк, 3 ремнанта без проблем. Был там телепорт, он мгновенно отменился. Возможно, это был Оракл. Он сюда бы летел бы на свои похороны. Да, промедлили здесь винстрайк. Можно было бы попытаться, знаешь, на стампиде ворваться, дать скиллы как-то подстанить, побить, но нет. И интересно, что же все-таки будет делать Инград? У него уже 1600 золота, у него нет блингдаггеров квикбая, но очевидно, что фейзер он скипнет, он бы их давно уже копил. Ну и хут он, наверное, тоже скипнет. Все-таки даггер, мне кажется, поинтереснее будет смотреться, особенно когда у тебя есть доминация в самом начале. Тебе хочется чаще инициировать, чаще драться. Вот, и даггер как раз позволит это делать. Мидасик там на све непонятно делает. Десятая минута, баунти руны, размен 2 в 2 должен быть, потому что в боте у винстрайков особо никого нет. Книжечки пошли, наконец-то, шестые уровни на саппортах. И там, и там, очень важно. Хотя на самом-то деле шестые уровни у Дайер поинтереснее. То есть там ультимейт Спиритбрейкер, ультимейт Оракла. А с другой стороны ультимейт у Мнинайта, который наверняка просто не будет прокачен. Да, и что там? Ну, ультимейт... Как же Айсберг нагло фармит в чужом лесу. Сидит. Сюда приходит, конечно, Спиритбрейкер. Есть, они, Эклипс, этого хватает. Непонятно, сможешь ли отсюда УД уйти. Похоже, нет. Соник Вейв по двойм от Кумана. Даблкил. Омнинайту продают, но зато получают ОД. Очень важного героя. Да и все фраги для Квин оф Пейн. Не забываем то, что Омнинайт это пятерка. Это на предыдущей карте у нас играл на Омнике Акулыч, который является третьей позицией команды Гамбит, у которого было много. Тут попытка убить Сайланд Арор. Летит дэмэдж довольно много, кстати говоря. Похоже на правду. Нет телепортов. Не будет здесь Омнинайта, поэтому добьют. Хорошо. Свен пока такое, небольшое слабое место у команды Винстрайк, потому что единственный герой, который постоянно пытается прессинговать. Мы помним, сколько было телепортов вниз. Вот эти атаки втроем. И Свена убивают время от времени. 9-3. Радует Винстрайк то, что есть кому создавать пространство для Свена. У Квин оф Пейн много фарма, у Кентавра много фарма. Герои, которые могут подраться, особенно когда у Квин оф Пейн есть Соник Вейв. Этот персонаж может, ну, наверное, практически в любом тимфайте дать очень много импакта. Главное, чтобы там Соник Вейв хотя бы в троих попал, и это уже будет очень-очень круто. А Свена в это время может просто качаться на своей половине карты. Ему даже не обязательно куда-то там заходить. Нужно телепорты. Будет Террорай, слишком много контроля. Не хватит трона. Не должно хватить. Трители не было использования. Надо его нажимать обязательно. Хватило и без него. Жестко. Странно, что игроки Flight to Moon вообще не телепортировались. Тот же Oracle. Давайте посмотрим, был ли у него телепорт. В этот момент такой интересный. Странно. Но у него вообще ничего. У него один стики в инвентаре. Кентавра убить невероятно трудно. ОД только появился. Мы помним момент. И он прилетел на топ и сразу же погиб. Как-то пока вот винстрайки теряются на карте. И Oracle тут тоже погибает. Вешает на себя ультимейты. И, кстати говоря, скорее всего зря. Солнышко горит. Кулдаун там 2 минуты. Регенит Санда при Файллен Флеймс. Работает Холлэн Селл. Хотя может выживет. Живет. Живет. В таком случае непонятно. Опа. Зря или не зря. Уман ворвался. Забирает ускорение. Правда нет никаких кнопок для драки. Нет террорайза. Нет Sonic Wave. Поэтому приходится откупать. Все-таки первый ультимейт Oracle. Он очень-очень долго кдшится. И когда ты вот так на себя его вешаешь. Да, ты не отдаешь золото иксбу за свой фраг. Но может сейчас такой момент произойти на карте. Где этот ультимейт неплохо было бы потратить. Ну там либо в Эмбер, либо в ОД. Соответственно, Flight to Moon надо сейчас немножечко подхалдиться. Подождать пока появится Eclipse. Подождать пока появится ультимейт Oracle. И тогда уже может быть что-то придумать, что-то делать. Flow, кстати говоря, решил не приобретать некров. И скорее всего правильно делает. Потому что против смены некра работает не очень хорошо. Там в топе пытаются подцепить Кумана. Есть ли рор? Есть. А хватит ли урона? Там есть стики. И если не успеют добить, то это будет провал. Куман нажимает просто одну кнопку. Ускорение. И побежал. Побежал отсюда. Да, слишком много здоровья оказалось. У Куринов Бэй не хватило двух мощных таргетных скиллов на станы. И на этом все. Ну да, слушай, там может это Хэмельный Грейс, ладно. Без Хэмельный Грейсов это не такое количество огромное. 1400. Да, я тоже как-то посмотрел на хп, думаю, так, стоп. Что вообще такое? Слишком много. 2000. Но даже 1400. Невероятное количество. Тут террорайз плюс стан, но в этот раз, похоже, не хватит урона. Хотя посмотрим, там ведь очень много станов. Там лабиринт, стан от феи залетает. Арк. Арк просто фистан нажал. Красиво доджит. Красиво доджит. Никаких ремнантов. Все сделал четко. И даже, возможно, контратака, но кроме спиртбрейкера никто сюда не подходит. Было бы, может, УД, что-то могли бы придумать. 10-3. Все это время Свен фармит. Эмбер пытается восстановиться. И, наверное, ситуация у него получше, чем была, там минут 10 назад, где у него вообще не было ничего. Но по-прежнему не представляет угрозы. Там для Свена, для Queen of Pain, для Omni Knight это уже, несмотря на позицию 5. Эмберам, конечно, хочется играть активно именно на стадии мидгейма, когда у тебя появляются первые молнии, и там где-то 12-13 уровень, когда у тебя скиллы хорошо подкачаны, и ты можешь там саппорта вырезать, легко тебя поймать трудно. А когда уже ближе к лейту появляются БКБшки, всякие способности, которые позволяют контролировать хорошо этого Эмбер Спирита, ему уже немножко не так комфортно. То есть его кнопки не так много урона наносят ближе к лейту. И вот уже где-то в супер лейте, когда там Аганимы, Шива, Мьолнир, там какой-нибудь, не знаю, может даже криты или там что-нибудь такое появляется, вот тогда уже, да, там получше будет. Ребята тут вдвоем, там параллельно атакой на Лила готовится, но Лила, мне кажется, будет потяжелее убить. Лила пока бьют, Айсберг, тут интереснее момент, но Оркус Ультимейт, Айсберг, Хэмли Грейс, Соник Вейв. Очень много урона получает Айсберг, дерется до последнюю, есть ультимейт, нужно взрывать, взрывает, немножко не хватает, но убили Омни Найт, Айсберг прячет тебя в Астрал. Посмотрим, выживет ли, нет, нет, там слишком много урона, Соник Вейв и Райт Клики, плюс Крим. Лила снизу, как понимаю, добить не получилось, для ребят были какие-то планы. Там на топе-то погоня за Клин Ов Пейн продолжается, есть Рор, и просто за счет этого Оркла, который нашел Клин Ов Пейн, которая блинковалась в лес, смогли убить Кумана. 568 для, правда, Олысова на Флая, то есть не самый, наверное, удачный персонаж. Ну, ему неплохо, на самом деле, потому что у него вообще ничего не было до этого, там какой-то ботинок сейчас купит. Теперь будут Транквилы, наверное. Слеер сейчас застанется от Керст Краун, но у него бульдоз подрублен, поэтому ненадолго застанется. Продолжает No Fear вардить свою половину карты, ну а Свен у нас уже выходит на вторую строчку по Нетворсу за счет Медасика, за счет Гриева. Сайлент вармит очень-очень много. Еще буквально 4-5 минуты и наверняка Нон Грату перегонит, который на протяжении всей игры был топовым игроком по Нетворсу. Падает Тер-1 вышка в центре, кажется, Лайт Умун просто нечем ответить без ульта Оракла и без ульта ОД. Падает спиртбрейкер за Денайт, но делать это было опасно, но тебе могли ворваться с Блинкдайгером, ты не успел бы среагировать и нажать кнопки. Смотри, Флай сорвал крутой стрик, закупил грейженные стики, две фласки для своего ультимейта и рейндропы. То есть не то, чтобы какие-то прям супер важные вещи. Ну, так получилось, там кроме Always On Offline никто эту квапу, наверное, не забирал. Бейсмастер мог только что кабаном добить, но так играть опасно было, Квин оф Пен могло и уйти. Тот фраг нужно было делать, потому что у квапы много, за квапу ты получишь хороший бонус и по XP, и по голде, и в такой ситуации, скажем так, воротить нос грешно. Забирай, пока дают, потому что второго шанса может не выйти. Оракл далековато от бейсмастера, он не успеет сюда просто подойти, но он игра-то немножко неправильную позицию выбирает, два кабана, слишком сильное замедление. Оракл могут найти, Оракл с ультимейтом, тут лабиринт, врывается Куман, Файтедик на себя, магический урон временно, Оракл игнорирует. Ультимейт кидает на себя, но при этом команду сюда не подойдет, то есть просто Флай теряет ультимейт, выигрывает время какое-то небольшое. Кстати, может, выживает, но его все равно, мне кажется, должны забрать или нет. Но Нонград и идет, если что, и стампит, если прям очень хочется. Его вообще никто не сейвит, помогите кто-нибудь Нонграде. Ну, Нонград все-таки сам справляется, там риталеет, очень много дэмэдж дает. Так, пытается телепортироваться, Чардж, Слеер, чуть-чуть не успел, обидно. Ну, что ж, вышку, похоже, Флай ту Мун здесь отдадут, при этом в боте ничего особо не забирать, Слеер пытается задинаить, не получается. Да, на пульте работает, да, много урона зашло от нее. И главным винстрайком отсюда уйти, возможно, будут какие-то потери, да, нашли Кумана, есть террорайз от Лила, Лил, террорайз, но посмотрите, как грамотные игроки увернулись. В итоге какие-то телепорты идут, а Куман дерется на развороте, погибает Слеер, есть Ремнант, Куман, пока блин в кулдауне, еще не будет его, 4 секунды, будет Рор, есть Юл, и успеет ли нет, нет, тут Чайны. То есть был вариант дать Юлу сразу блинк нажать, и Рор бы не успел бы, скорее всего, анимация сработать, но тут Чайны, которые были слишком быстро. Винстрайк и Виновпейн убили. Ну, а все это время фармить Свен. Да, возня, конечно, такая в топе приятная для Сайлента, но то, что Куман второй раз подряд погибает, это, пожалуй, не очень хорошо для команды Винстрайк, но вроде бы пока все под контролем. Пока у Сайлента набираются слоты, накапливается золото, я думаю, что Винстрайк довольный происходящим на карте. Кстати говоря, не забываем и про Лила. Лил один из первых игроков, кто настолько активно начал тренировать Дарк Йиллу, если вы помните, даже была такая неприятная для Лила ситуация, когда вот ему предъявляли, когда из Virtus.pro его кикнули, что типа он на Дарк Виллу играет в матчмейкинге, спамят ее зачем-то, да? И впоследствии Лил объяснил, что, ну, потом-то этот герой будет в ЦМ, и как только его добавят, я уже умею на нем играть. Да, его немножко подрежут, но я, в принципе, ну, за две, за три игры научусь матчмейкинге лимитом этого героя и буду очень-очень полезен. У Лила огромный опыт игры на Дарк Виллу, собственно, там мы видим серебряный уровень, что довольно неплохо. Вот, и Дарк Виллу в этом патче довольно сильна, потому что если ты покупаешь аганим, ей вернули вот старую скорость атаки, ну, не скорость атаки, а base attack time, так называемый, так что фактически напрямую влияет на твою скорость атаки. И с этим аганимом этот Дарк Виллу способен, там, по ДПСу выдавать какие-то совершенно сумасшедшие цифры. Было бы любопытно посмотреть на ситуацию, когда игра зайдет в лейт, где Лилл купит этот аганим. Но пока ему приходится, конечно, какие-то промежуточные артефакты. Покупать еульчики, там линзы, может, там, еще что-нибудь, какой-нибудь гост, теоретически, ну, глянем, в общем, как Лилл будет качаться. Даггер появляется в Beastmaster, появилась хорошая возможность инициировать. Как-то влетать в тимфайт, если Омник будет далеко, то он своим Heavenly Grace не сможет помочь. Вот, следующим слотом Флоу будет делать Solar. Solar — очень полезная вещь на хардлейнерах. Очень часто ее приобретают и Beastmaster, и Omni Knight, и там иногда Легионки берут, там, сначала Медальку, потом Даггер, потом Блэдмелл. Так, деварятся варды, которые Flight of Moon устанавливают на своих хайграундах, и падает Т2 вышка. Flight of Moon опоздали сюда, если бы они пришли чуть пораньше, поставили бы варды какие-то позиции похитрее, можно было что-то придумать. Там Radiance решил покупать Ember Spirit, учитывая, что у него было все очень-очень плохо, да и у него сейчас, честно говоря, не ошибка хорошо. Он отстает на 3000 от Свена, и ситуация не планирует меняться. Charge в Сайленте, который тут же отменяется, потому что туда лезть очень опасно. И Flight of Moon в смоке, частично два саппорта сейчас выходят на центр, могут поцепить. Опасно, Nether Strike пока отсутствует. Тут Yule, нужна помощь. Евровайн, Сононград, Астан, Боудейс, Рор, сразу же Heavenly Grace плюс Guardian Angel. Какой Сонник там может быть? Сонник там по-троим нужно, Сонник давать. Сонник пошел, но не самым лучшим образом. Убилишь Спритбрейкера, Сонник Клисп из Айсберга, попытка убить Сайлент, и Сайлент прячут в Астрала. Не знаю, насколько это хорошо, пока непонятно. Сайлент выходит с Астрала, Освен Афлай пытается убежать, ультимейта больше нет. Погибает Oracle, минус два. На самом деле, Flight of Moon пока по минимуму получили здесь смертей. Могло быть все намного хуже, но видели эту позицию для Сонник Вейва. Там такой момент, три человека вместе, и я уже просто вижу, как влетает туда Сонник. Там, наверное, второго уровня сейчас. Куин Афлай не должно быть 18-го, да, у него только 14-го. Но это все равно было бы очень больно. Хотя там вроде Сонник и так неплохо попал. Два саппорта умирают, и снова-снова ситуация на карте неблагоприятная для Flight of Moon. Арк фармит, фармит на вражеской половине карты, ему тут более-менее комфортно. Понимает то, что соперник в основном играет в топе, и особо никого не боится. Кстати говоря, контроля на Ember Spirit не шибко-то много. Пока не появляется Хекс у Queen of Pain, должен чувствовать себя Ember нормально. Ибо Брамбл Мейз и Керст Краун в Дарк Виллу не очень хорошо заходят против Амин. Ну, ты попробуй Брамбл Мейзом сначала попади в него, а Керст Краун он доджет их листами и ремнантами, если что. Плюс у него есть, если что, Оркл, который все это дисплеит. Попытка забрать Лилла. Лилл дает первый свой СПЛ. Тяжело, Шадурел, Мьюл, Террорайз, и при этом идут в атаку, ребята, позиция, ну такая себе. Да плохая позиция. Непонятно, как здесь будет Лайтумун себя показывать. Спиридбрекер просто должен погибать здесь на халяву, что и происходит. Есть Рейденс, прямо в драке он появляется. Пошел Террорайз, отлично попадает по двоим, рвается Куман, Соник Вейва пока нет. Попытка быстро убить ОД не получается, Рорн. Но все кнопки Лайтумун доротит исключительно для защиты. И атака получилась такой немнятной. Свена, как понимаешь, снова в драке не было, он просто фармит, ему по кайфу. Он там на центре крипов бьет. Да, Сайленту реально по кайфу. Он там забрал себе уже свинчин в яшу, арк с радианцем, пытается здесь немножечко побить науфира. Сайлент, если что, готов ворваться. Есть ГДС, есть... Блингайгера нет, тяжеловато, знаешь, как-то плотную камеру прыгнуть. На скорости как-то дайвут. Опа, а вот и ворвался, но он град-а один. Ну и его сразу же поддержали. Эмбер не успел среагировать, его добивает, его не будет 45 секунд, только он купил Супер Эддин. Слэйер пытается выиграть просто бремя, потому что погоня за ним продолжится. Слэйер пытается убежать бесполезно. Минус два, погоня Золу с Фанаплаем. Айсберг остается один против всех, нажимает блокенбар, смарт пауэр, клоуэркл не может дать. Драгоценный, важнейший ультимейт для того, чтобы Айсберг здесь как можно дольше жил. Минус четыре уже, Флоу пытается сделать телепорт, его тут же сбивает Юлом. И это Тим Вайп для команды Вин Страйк. И хитер, он может от всех этих скиллов уворачиваться, от станов Кентавра, даже через блинк, если у тебя Ремнант есть, ты успеваешь нажать на Ремнант, потому что анимация стана Кентавра очень длинная. Но, если ты этого не делаешь, то влетает Нонграда, станет тебя, влетает Свин, станет тебя, туда влетает Брамбл Бейс, и никуда ты не уходишь на своем Эмбер Спирите. Хотя, вроде бы, это можно делать. Вот сейчас Арк кидает Ремнант, так, посмотрим, удастся ли как-то... Ага, под Юлчик просто летят скиллы, но все-таки на вражеской базе драться пока не очень хочется. Даже несмотря на то, что двух героев там нет. Решили все-таки добрать вышку, да? Да, решили добрать вышку, у нее очень мало здоровья Нонграда. Теперь можно уйти. Не хочется Кентавра оставлять, на самом деле. Сейчас с Лайтом он будет драться. Ага, есть Юлс, перебрекер, останавливать. Райс от Феи. Ну, такой себе вообще ни по кому не попадает Лил. Санете Эклипс, этого урона немного не хватает. Гвардиан Энджелайс продолжает, тем не менее, бить. Есть Астрал. Кентавр там непонятно, уйдет или нет. Ноу Фир на Лоу ХП погибает при Final Clames. Кентавр живет, летит дальше Арк, но тут уже никого нет. Далековато находится Лил, Лила могут найти. Рору без мастера есть, нужно бы Кабаном как-то ударить, но Лил просто хочет Шадуэрелл. Но у него телепорта нет. У него телепорта, поэтому просто есть только вариант бежать. Поставит Лабиринт, выиграет еще какое-то время, но маны больше не хватает. Стики нажимает, маны нет. Полетели топоры. И, наконец-то, Лила находит и убивает. Ну, фраг достается Арку. Мелочи приятно. 459 золота. Не зря гнался, скажем так. Сам будет Дарк делать Юльчик. Чтобы еще проще было доджить. Всякие вот эти Брамбл Мейзи, Керст Крауны, прочее, прочее, прочее. Хотя, если Брамбл Мейзи не дали, ты своим Юлу можешь только подруинить ситуацию. Тебе прям под него кинут кнопки. Или тот же самый Кентавр, может, теоретически застанет. Но вообще артефакт на Эмбере полезный. Маннерген дается. Скорость передвижения дается, которая усиляет двои ремнанты. Ну, как усиляет, если они там быстрее летят. Приятно. И защищает от Queen of Pain Оркеда, который вот только-только появился. Блинкдаггер у Свена. Теперь можно будет еще проще врываться на этом персонаже, раздавать дэмэдж. Баунти руну. Кстати говоря, в Light of Moon 3 баунти руну собрали. Хорошо. Хоть и Wind Strike контролирует сейчас карту, но игра далеко не закончена. Рошан, все просто. Мультимейк нажимает Сайлент. Непонятно, как с Light of Moon драться. Позиции у них нет. Vision здесь нет. Вернострайки просто находят полным составом. На этого Рошана. Фисты. Больно. Очень больно было Лилу врывать сразу же Куман на Эмбера. Эмбера отходит назад. Да. Прыгнул Куман для того, чтобы немножечко подспейсить. Так, Ремнон влетает. Spirit Breaker всех башет. Террорай здесь. Нужно просто добить Рошана. Сайлент забирает Аегис. Отлично. Арк вернулся назад. Непонятно, каким вообще образом здесь он оказался. Урока ультимейта Арк пока будет жить. Хотя урона слишком много получать. Никакого регена по Эмбер Спириту нет. Полетел еще и Соник Вейв. Там чудовищное количество урона, которое, конечно, Эмбер никак не переживет. Минус Эмбер Спирит. Сайлент прыгает дальше в погоне с Айцбергом. Просто Астрал. Блакенбара у Сайлента нет. Но очень хороший статус резистент. Срывается дальше Сайлент вместе с Нонград. Добивают Остмана Флая. Попытка сделать телепорт в Спирит Брейкер. Не получается. Юл сбивает. Как я понимаю, Лил сработал здесь. И погибает и Слэйр. Минус 3. Снова Флайт Ту Мун. Ничего не смогли сделать. Ну, за идею 5. За исполнение 2. Как принято говорить в таких моментах. То есть, ну, круто придумали. Кинуть Ремнан. Спирит Брейкер пробегает. Всех расталкивает. В этот момент ты врываешься. Рошана добиваешь. Аегис воруешь. И весь такой царь в этом тимфайте. Выходишь, потом начинаешь всех убивать. Но, по-моему, даже Рошана не забрали. Флайт Ту Мун. В итоге драку проиграли. Аегис у соперника, у Свена. На руках 4 минуты еще. И Бараки под угрозой. Потому что тут Винстрайк. Хотя, кстати, без ГДС и без Соник Вейва может лучше тут отступить. Немножечко нагло играет Винстрайк. Сейчас могут их теоретически как-то побить. С ГДС вот-вот появится. Остается 6 секунд. А Аегис есть. Поэтому, на самом деле, все кнопки-то есть. Ну, Соника не будет. Ну, ладно. Видимо, Соника это не ключевая кнопка в игре. Айсберг нажимается снова в Блокенбарн. Он играет и пытается просто уйти. Есть Гвардиан Анжел. Фейт Дикт на Свена. Не может бить по казарме, несмотря на наличие ГДС. Очень вовремя. Но Сайланд феронится назад и добьет казарму. Рор. Но Свена слишком много хп. Плюс его спиной Амни Найт. Плюс есть Терра Райс, который поможет. Ну, и Лабиринт Сайланд может отойти назад с командой. В общем, задача-то выполнена. Они забрали мид. Врывается перед Брекер. Тут же Юл. Врывается Куман. Терра Райс еще ждет Лил Момента. Пока его нет. Врыв на Слэйра. Слэйр получает ультимейт от Оракла. Ничего себе. Но больше ультимейта важнейшего ультимейта от Оракла не будет. В ближайшие 100 секунд Слэйр идет драться до последнего. Мы понимаем, что отсюда уже никак не уйти. Арк может оказаться в стане. Нажимает Фистейн и стан от Нонград. И грамотно здесь должен был все сделать. Но оказался Арк чуть похитрее. Ну, круто, круто, Линдстрайк. Все сделали. Хорошо нажали кнопки. И 12 тысяч преимущество позволяет им в таких моментах, знаешь, не перегруппироваться, чтобы дождаться вот прям всех скиллок, чтобы 100% зайти на ХГ и 100% там все поломать без потерь. Вот. У них, в принципе, все очень хорошо на этой карте. Поэтому они позволили себе это. Но немножко опасно, конечно, в таких моментах. Я уже просто слишком много видел игр, которые были заброшены. Вот. Поэтому я, так знаешь, в таких моментах немножко переживать начинаю за команду, которая так делает. Но Виндстрайк уверен. Уверен в своих силах. Пытается подцепить Нонград. У Нонграда очень-очень жирный. Подрубается, стампит. Стан сюда должен залезать террорайз. По двоим. Не хватает. Немножко продолжение. Сайлент. Стан по двоим. Нужно сюда подходить. Сониквейв по двоим от кумана вырывается. Та еще и лил. Слэйр пытается отсюда просто уйти из драки. Сайлент. Получается, они теги-тихи урона слишком мало. Несмотря на то, что интеллекта было максимальное количество. Выбивает Аегис, но больше ресурсов у команды Flight to Moon для драки просто нет. Пытаются они отсюда уйти. Кто остался живым без мастера Эмбер Спирит. Но спокойнее продолжается. Сайлент, Стан, Сайлент. И добивает Эмбер Спирита. Есть пайпэк, но драться будет нечем в ближайшую минуту. Да, сейчас переагрят вышечку на Кентавра. Кентавр своим риталиейтом все это дело может поддамажить лишнее. А крипов просто нет. Да, там бэкдор протекшн. Ну да, и по центру крипов нет. Подождать крипвейв. Ну, как минимум, Т3-вышку в боте должен забрать. Как минимум. То есть еще, может быть, даже попытаются разрушить вторую сторону. Все-таки, да, нет Суниквейва, нет ГДС. Но там нет Эклипса. И без Эклипса, ну, в Flight to Moon у них вообще просто-напросто нет урона. Потому что они по темпу проигрывают очень сильно. Они не могут без этого скилла сражаться элементарно. Да, вгрызаются в бараке. Сейчас в инстрайке. Билишный барак терпит довольно жестко. От трех героев команда Рейдин подключается еще и Лилл со своей высокой скоростью атаки. Так немножечко помогает, подтыкивает. Пытается добить Эклипска в казарму. Там замахивался, не получилось. Ребята понимают, что игра практически выиграна. Тяжело будет ее залить. Сейчас уже, да. Вот если до того, как упал Рошану в Flight to Moon, были какие-то, ну, даже не самые маленькие, пожалуй, шансы выиграть темпайт. За счет того, что они круто бы как-то напали первыми, нажали бы все кнопки. Драка бы там, может быть, как-то разделилась. Набрал бы интеллект ОД. Лилл сейчас засолит, возможно, на топе? Лилл засолит? Да. Ну, может быть, но Куман приходит. Но Куман говорит, не. Все лавры мизеруют. Майо. Майо изи. Еще и баунтируны там подконтраливаются. В центре пытается как раз подсолить Нонс Грата. Какой же дэмэдж от Реталиейта? Ты посмотри. Уже стампит. Стампит, но Грата на месте стоит за счет. Чейнов подходит Сайлент. Но врывает не вперед, а назад. Сайлент, кстати, купил Скайдер. Любопытный предмет. Брэйв на УД. Есть стан. Блэкенбар пока нет. Пошел у Тиметата Торкла очень вовремя. Рор, но все на защиту. Все на защиту. Санити Эклипса нет. Еще 35 секунд. Уллос Фэнфлай погибает без байбэка. Выкупает спиртбрекер. Сайлент идет дальше. Оказывается, в Астарли на ООН не очень продолжительный срок. Сайлент погонит дальше. Стамп ОД. Бить вообще других людей готов. Лобейн ставится. Айсберг нажимает Блэкенбар. Санити Эклипса все еще нет. Айсберг до конца на Зарстрайк. Сайлент убить крайне проблематично. Айсберг получает Соник Вейв. И отправляется на веру на 60 секунд. И этим ставится точка на этой карте. И в этом матче. Да, да. Очень, конечно, жестко сыграли Вейнстрайки. Начиная со стадии лайнинга. Заканчивая последним тимфайтом, который был рядом с вражеским троном. Ну, я даже не знаю, что добавить. Собственно, Куман. У нас есть 4 прекрасных человека. Топ-1 в СНГ. Слева от нас. Да, больше добавить, я думаю, будет нечего аналитикам. Ну, легкая карта. Аналитики были единогласны. Егор, здравствуй. Привет. Приветик. Ты такой красивый. Не совсем единогласный. Все-таки Егор выбрал под конец Вейнстрайк. И все-таки сравнял счет с чатом. 1-1 у них пока. Видите, какие эксперты у нас. Мне не все равно на это. Да. Между прочим, господа, поздравляю вас с этим выигранным раундом, скажем так. Да. Вы эксперты высокого уровня. Ну, а теперь давайте поговорим по игре. Действительно, наши комментаторы отметили, что очень уверенно лайны отстояли Вейнстрайк и не отпустили свое преимущество. Что у ФТМ не получилось? Плохо застакались коры или что-то еще? Прилог их прожить. Они просто отвратительно сыграли на линиях. Вот Flight to Moon сказали с два саппорта пятой позиции, которые были на шестой минуте вдвоем по второму уровню. Начиная с смерти флая наверху, абсолютно странно. И сам зашел в куст, сам его не сдиспелил. Умер, дал фирсбак, Влад, вверху начался сноубол. И решение, честно говоря, с лейера на быке. Просто эту игру похоронили в своем начале. Прибежал в миде, просто умер. Умер от квапы с ДД. Просто умер. Потом сказал, этим деньги дали, этим деньги дали. Потом внизу прибежал. Потом, короче, надо внизу помочь. Внизу прибежал, умер. Вверху уже умер флай. Типа в миде получается сноубол. Тебя сноуболит Акаша. Внизу тоже тяжело. Север на фрифарме. Да, и вверху. Север на было, что не все хорошо, на самом деле, относительно мидера или оффлейнера. Но лучше, чем у противника, в любом случае. Вот смотри, смотри. Вот он зашел в сам кусты, и он может с диспелить их моментально. Он с диспелем, насколько я понимаю, надолго это делал. Ну, понятно. Оп, а тут не зашел. Потому что стаклопа, потому что тоже получил лишний экспо. У меня, кстати, вот какая мысль возникла. У вас здесь тоже какая-то странная действия вражеского состояния. Ну, в общем, мы хвалили. Вроде бы, под конец мы нашли логику пика ОД от ФТМ. Но у вас все-таки пикнут на первый пик Братрум. С Братрум хочется иметь, наверное, мидера, с которым ты хочешь убивать. Либо хотя бы сделать так, чтобы враг не взял мидера такого, которого ты не сможешь убивать, ну, никак. А по итогам вы берете Братрума на ФП, вы еще... Ну, не на ФП, а на даблпик. И потом вы берете во второй стадии Эмбер ОД, сразу палите линию Эмбер, сразу палите своего мидера, который с Братрумом никак не сочетается. Еще и даете возможность врагу пикнуть сигнатурную для кумы на Акашу. Она сигнатурная против ОД, она еще и хороша против ранних нападок спиртбрейкера. Вопрос, зачем тогда так делать? Можно было просто по-человечески взять на 17-й пик себе третью позицию и на ласт пик уже мидера, видя пик врага, взять, с которым ты и с Братрумом что-то сделаешь. Ты все равно лучший герой, я не подобрал на ласт пик себе на третью позицию. Вы все равно взяли Беста, который против Омника. В общем, я все. Они же, судя по всему, тренировались с этим ОД, то есть, в принципе, побеждал он по крипу Акашу довольно сильно, пока, в общем, его дружбан не пришел и не сдох под вышкой. Но его дружбан, он был взят для того, чтобы с ним что-то делать, а по итогам, зачем тогда вот это все? То есть, вернемся к тому, что нужно было не зацепить, куда идет Эмбер так рано, и все. Просто, понимаете, если бы он взял эти киллы, ну, если бы сыграл грамотно там, там, там килл, там урну, он бы пришел вверх, и там вверху дал бы пространство Эмберу. А так, получается, вверху фит, потому что флай умер, и стоять тяжело. А Братрум, то есть, принимает два решения помочь не вверху, а в миде внизу, и получается провал. В итоге три провала, причем огромные провалы на всех трех линиях. Из-за этого, ну, дальше нормальная команда у вас в сноуболе таким пиком супер-супер легко. Ну, просто, а что вы можете? Эмбер камбэкается, ОД камбэкается, Бистмастер играть особо не с кем. У Братрума геймплея нет. Ну, это цикл СНГ Доты уже сколько лет. Флайчик сидит, команда на это смотрит, понимает, что, ну, после такого уже сноубол остановить невозможно, а давайте флайчика хикнем, потом флайчик опять в какой-то команде, опять куда-то проходит, и цикл повторяется. Вот сейчас мы к той стадии, где они прошли опенквалы, но флайчик начал фидить, и команда задумывается над тем, что может взять пятерку лучше уровнем в микро, через полгода повторится. Ну, не то, что фидил там или глупо умирал и так далее, но вот это смерть первая критическая, потому что вторая смерть связана с первой. Так всегда же так и на линии. Да, 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 тут просто большой такой цветной эффект, и вот опять же, вот момент нам показывали, видно, что он супер странный. Сам зашел в кусты, сам полсекунды где-то дунул диспейлить себе или не диспейлить. А может, возьмем себе молодую пятерку, которая хорошо жмет на кнопки, а потом играет с молодой пятеркой и понимает, что, эх, а флайчик-то был лучше. А флай-то варды там стоят. Он парень душевный, да, он жертвовал собой ради команды, а этот молодой, чсв-шный, да, кнопки жмет, да и фикс с этими кнопками, флай, вернись к нам. А потом опять, флай, ну что ж ты кнопки так плохо жмешь? Repeat until. Да. Until где здесь? Until нет, until нет, это без конца. Ну что же, можно сказать, да, определилась ракета посильнее, и нужно отметить, что статистика, о которой мы говорили раньше, оказывается немножечко правдивой, но все-таки не одна сотая процента у Flight to Moon. Продолжаем на них надеяться. Хотим быть уверены в их перформансе на следующих картах, тем более, что нам предстоит за этим подоблюдать не на первом, так и на втором канале. Есть ли еще какие-то мысли, чтобы подытожить то, что вы сейчас увидели? Flight to Moon выглядит сейчас как стак, который еще до сих пор не сыгрался в этом составе, или все же у этой команды какие-то конкретные действия, какие-то конкретные мувы и колы прослеживаются? Что ты, подразумеваешь, подсыгрались? Вот в чем вопрос для этой команды. То есть ты думаешь, они сейчас сидят и вот постоянно там прайки, какие-то обсуждения у них проходят, они вот сыграли в квалификации и сидят потом, вот ты сделал хорошо, я сделал плохо, давай вот это обсудим, это проверим. Они так делают, потому что они собрались не перед Open Qual'ами, они собрались за месяц или несколько. А теперь смотри, вот ты проходишь эти квалификации, с восьмого места выходишь в плей-офф, понимаешь, что не выходишь в плей-офф, что дальше? Ну все, да. Без банд, до свидания, разошлись. Все, да, смысл было тогда начинать. Я могу ответить на твой вопрос, смотри. Всегда есть шанс, Митя, всегда есть шанс, вот смысл начинать. Да, там суть в том, что вот эту игру они проиграли все-таки по личным действиям, то есть по личным действиям никто не смог никого включить, саппорты свою игру не нашли вообще, то есть, а вот некоторые решения были просто, ну, гейм-руин, не повезло, не просчитали там и так далее, так бывает. Так бывает, потому мы не увидели, насколько, скажем так, они сыграны, не сыграны, вот, то есть по тому, как они играли квалы, они, в принципе, играть умеют, вот, но тут просто ни у кого не было геймплея, потому выглядело именно так, что они не сыграны, вот, а на самом деле где-то 50 на 50, я думаю. Я вот тут задумался, Митяй, ты сказал, что, типа, а зачем тогда собираться, а смысл этого всего? А, допустим, они проходят, попадают на интернешнл, и что им это дает? Дает им... Немножечко призовут денег. Подушку, во-первых, веру в себя, возможно... Ну, деньги, вера, и что это дает? Ну, гипотетически, когда у тебя есть разница. Нет, это здорово. Нет, если ты на интернешнл проходишь... Ну, так и что тогда? Если ты проходишь на интернешнл, это было с Винстрайком, тебя подписывают... Ты можешь сесть на зарплату, и как бы все сразу хорошо в своей жизни. Ну, то есть некоторое время, да, ты получаешь материальную стабильность, если вот искать здесь чисто денежный... Ну, мой концепт какой, то есть у них было за последний год... И что будут у тебя деньги? За последний год с момента кика из Винстрайков у каждого из этой пятерки поиграл здесь, поиграл там, поиграл с этим, поиграл с этими. Быть может, стоит посмотреть на тех же империальянсов, которые собрались, Лот сказал, за год сделаем, и вот он на Инте. И не свитчатся, вот, и сейчас они сыграют квала, летят с восьмого, как сказал нам Госсу Аи, и распадутся. А вот нужно ли распадаться? Если они вот рассчитывают, что... Потерпеть, сыграться, как раз таки, о том, о чем мы с тобой говорили. Я про то, что мы точно видим, что это работает. Рабочий сетап, где ты сидишь и работаешь весь год. Готовы ли они работать? Готовы ли они быть хорошими дотерами? Ты сам знаешь, что ответишь. Хорошими дотерами? Я знаю. Мне кажется, что этот вопрос мы можем оставить риторическим и уйти на небольшую паузу перед тем, как мы увидим противостояние Виндстрайк против уже Тим Эмпайр.